Александр Снегирёв против казначейства. Суд идёт, и курский пенсионер намерен идти до конца. Требует 2 миллиона рублей, полагая, что именно на эту сумму может рассчитывать в качестве компенсации за сданный клад. Отняли, фиг тебе вот так вот, мужик ты, крестьянин, и тебе они не нужны, понимаешь? Им нужны, а мне не нужны. Золотые червонцы Николая II, лик императора на Аверсе и двуглавый орёл на оборотной стороне. 260 таких монет Александр Снегирёв нашёл вот на этом самом месте под половицами, когда делал ремонт. Говорит, этот клад когда-то принадлежал его бабушке. Старушка была и знахаркой, и модисткой. За свои услуги брала золото. Царские рубли он решил конвертировать в современные на ближайшем рынке. Так о кладе узнала полиция. Снегирёв решил расстаться с деньгами добровольно. Акты приёмки, там всё, выдачи, всё они там, они зафиксировали, все дела, всё без бумаги. Ну они говорят, через 10 дней мы тебе отдадим. На экспертизу монеты отвезли в местные краеведческие музеи. Посчитали, взвесили и оценили. Почти 2 килограмма чистого золота, 900-й пробы, плюс историческая ценность. 15-ти рублёвый номинал. Ну я так думаю, что сейчас он может стоить где-то под 40-45 тысяч. Одна монета. О таких экземплярах мечтает любой музей. Но фонды Курского-Краеведческого этот клад не попал. Не вернулся он и к бывшему владельцу. Золотые червонцы с профилем императора Николая II были под присмотром полиции. Держали в комнате хранения вещественных доказательств. Всё это время решалась дальнейшая судьба клада. В конечном итоге их было решено отправить в Москву. В столице ценную бандероль вскрыли. Но вместо золотых монет там обнаружили гаечные ключи и строительный степлер. При этом потеряться по дороге золотой груз не мог. Почта в этой операции участия не принимала. Коробка была тщательно опечатана. Стояли нужные подписи ответственных сотрудников. Вес был соответствующий. Да и звон сомнений не вызывал. Но золото исчезло. В этой мистической истории стали разбираться сотрудники Следственного комитета. В ходе расследования уголовного дела проводилось достаточно большое количество оперативно-расследовательных мероприятий. Но на настоящее время, на настоящее время хочу подчеркнуть, конкретного человека, которому можно предъявить обвинение, у следствия нет. Представители казначейства на мирное урегулирование спора идти не спешат. Учитывая, что преступники так и не найдены, эта судебная тяжба, судя по всему, будет долгой.